привет друзья с вами снова кирилл куницкий и в сегодняшнем бизнес инструменте мы поговорим с вами об управлении финансами и когда мы говорим об управлении финансами это та сфера в которой у большинства собственников бизнеса отсутствуют знания навыки как это делать эффективно очень многие бизнесмены управляют финансами по принципу как я говорю ведро пришло пол ведра ушло все что осталось считаем прибыль просто кассовый метод считаем только денежные потоки итоговый остаток итоговый приток денег или отток денег считаем или прибыли прибылью или убытком и так и живем это приводит к очень большому количеству проблемы за которых собственник фактически является слепым не видит полностью финансовой картины в своем бизнесе и для того чтобы наладить эффективный управленческий учет своей компании необходимо выполнить несколько действий первое необходимо разделить финансы бизнеса финансы собственника, чтобы у бизнеса была изолированная система с точки зрения денег, с точки зрения материальных активов, то есть чтобы собственник не смешивал эти две системы. Далее, очень важно выделить отдельно управленческий учет, то есть в компании очень важно иметь отдельно управленческий учет как систему учета реальных финансовых показателей вашей компании, потому что бухгалтерский учет это больше отчетность перед государственными органами и прочими организациями, и здесь очень важно понимать, что вам важно принимать управленческие решения. Для этих целей нужен отдельный управленческий учет, отражающий полностью картинку вашего бизнеса. И, говоря об управленческом учете, мы управляем финансами при помощи трех ключевых отчетов. Первое — это баланс. Второй отчет — это отчет о прибылих-убытках, его называют иначе P&D сокращенно, Profit and Loss Statement. И третий — это Cash Flow. Говоря очень коротко, в рамках данного бизнес- инструмента, очень коротко обрисовывая принцип управления финансами на основании этих трех отчетов, мы управляем следующим образом. Баланс показывает, какое количество денег собственника заморожено в бизнесе. Фактически количество денег собственника заморожено в бизнесе называется собственным капиталом. И это означает, что мы берем все активы компании, то есть все имущества, деньги, товары, дебиторка, то есть все то, чем владеет компания. Основные средства, оборудование. Естественно, это будут разные категории. Берем всю сумму активов и вычитаем из нее всю сумму обязательств. Всю сумму обязательств компании. Обязательства. Обязательства. Всю сумму обязательств — это все долги, все задолженности по заработной плате, по аренде, по налогам, кредиты перед банками и так далее. То есть активы — все то, что мы имеем, и то, что имеет денежный эквивалент, и обязательства — это все то, что мы кому-то должны. И вот разница между активами и обязательствами — фактически это и есть собственный капитал. Это моментный показатель, он делается на точку во времени, 1 января, 1 февраля и так далее. И он показывает нам фактически гипотетическую сумму денег, которую мог бы получить собственник, если бы он продал все активы и вернул все обязательства, ну, продал все активы, имеется в виду по балансовой стоимости, в момент. Малая реальная ситуация, но тем не менее, она отражает нам реальное финансовое состояние, то есть количество денег акционеров, собственников, которые заморожены в бизнесе. Дальше идет прибыль. Прибыль показывает нам, ну, многие считают, что прибыль – это деньги, да, то есть прирост или уменьшение денег. Но на самом деле это далеко не так. И когда мы говорим саму семантику, берем слово прибыль, прибыла-убыла, да, то есть прибыль-убыток. Прибыла-убыла чего? Не денег, потому что компания может быть, иметь, например, нехватку денежных средств, но быть прибыльной. Например, вы заработали за месяц какое-то количество денег, у вас хороший прибыльный месяц, но вы, например, купили товар на склад. Денег на данный момент нет, но у вас прирост в товаре, например, да. И, соответственно, когда мы говорим о прибыли, мы говорим не о прибыли с точки зрения увеличения денежных средств, мы говорим о прибыли с точки зрения увеличения или уменьшения в случае с убытком собственного капитала. Таким образом, баланс, он показывает нам, это моментный отчет, он показывает нам собственный капитал на точку его структуру, а P&D, отчет о прибыли и убытках, показывает нам изменение значения собственного капитала, прирост или уменьшение, То есть это и будет прибыль или убыток, увеличение или уменьшение собственного капитала. Это интервальный показатель, он делается за период. То есть если здесь у нас 1 января, 1 февраля, то здесь у нас будет январь, соответственно, потому что показатель у нас интервальный. И последний отчет, это отчет о движении денежных средств, это кэшфлоу. И он как раз показывает нам движение денежных потоков. То есть поступление, выплаты денежных средств, итоговые остатки, чистый денежный поток. То есть P&L показывает чистую прибыль, кэшфлоу – чистый денежный поток. Он где-то будет в структуре наших активов. Здесь будут денежные средства, то есть они будут тоже меняться. Ну как бы отчет кэшфлоу нужен для управления ликвидностью, потому что деньги – это инструмент, который обеспечивает платежеспособность компании. И его нужно делать не только по факту, а его очень важно делать в прогнозном варианте. И остальные отчеты тоже важно делать в прогнозном варианте. Но кэшфлоу особенно важно. Соответственно, это базовые принципы. То есть если вы хотите построить эффективный управленческий учет в компании, вам нужна изолированная система, то есть деньги бизнеса, отделенная от денег собственника. Отдельно ведется управленческий учет. И ведутся три отчета. Баланс, отчет о прибылих и убытках и отчет о движении денежных средств. В балансе видим собственный капитал, его структуру. Там есть уже критерии здоровья, баланса, насколько правильная структура активов и обязательств. Это уже детали. Я сейчас говорю общий принцип. ПНДЛ, отчет о прибылих и убытках. То есть прибыль или убыток с точки зрения собственного капитала и структуры его формирования. Оборот компании, себестоимость, маржинальная прибыль, постоянные расходы и так далее. И кэшфлоу – это движение денежных средств. Отчет о движении денежных средств. То есть чистый денежный поток и структура его формирования. Это базовые принципы. Проверьте, ведете ли вы управленческий учет таким образом. Если нет, то самое время привести свои финансы в порядок и внедрив подобный метод учета. Там дальше идет уже надстройка систем прогнозирования, планирования, бюджетирования, ключевые показатели, финансовый анализ. Это тоже важно. И собственник бизнеса тоже должен в этом разбираться. Если вы чувствуете, что у вас есть пробел в тех инструментах, о которых я сейчас вам рассказал, то я буду очень рад видеть вас на практикуме управления финансами для собственников бизнеса, которые будут проходить совсем скоро. И там мы целый день будем говорить об этих отчетах, о том, как их внедрять, разбирать их структуру. То есть фактически за этот один день у вас сложится полная картинка того, как управлять финансами. Поэтому если чувствуете, что эта зона для вас является таким чуть-чуть мутноватным темным пятном, то добро пожаловать. Практикум предназначен именно для собственников. Конечно, могут приходить и финансисты, но я буду говорить именно ориентируясь на собственников, объясняя, как собственнику, владельцу компании читать управленческие финансы своего бизнеса. Так что до встречи, кто будет на практикуме, а остальным предлагаю проверить себя, насколько вы эффективно ведете сейчас управленческий учет. Ставьте лайк, если вам оказался полезным данный бизнес-инструмент. Поделитесь этим видео, возможно, оно окажется полезным кому-то из ваших друзей. И до встречи в следующих выпусках бизнес-инструментов. Пока!